Здравствуйте! С вами программа «Качество жизни» и я, Майяна Эля Мэнти. Сейчас многие родители отмечают, что у детей высокая загруженность. Фраза «У меня нет времени» молодеет с каждым годом. У современных школьников и у взрослых постоянно возникает вопрос «Почему я ничего не успеваю?» Сегодня об этом в нашей программе. В нашей студии гость программы Наталья Викторовна Милютина, помощник директора Педагогического института ТГУ имени Державина. Наталья Викторовна, здравствуйте! Добрый день! Наталья Викторовна, ну вот вы принесли с собой часы, где время неукоснительно бежит, и вот оно уже заканчивается, а мы с вами интервью только начали. Успеем закончить вовремя, как думаете? Все в наших руках. Это зависит от нашей организованности, собранности, дисциплинированности и последовательности. Ну тогда перейдем к очень важному, серьезному и насущному вопросу, который возник в последние годы у наших детей и у родителей. Почему ничего не успеваем? В чем причина? Действительно, эта проблема очень важная, действительно очень актуальная, и многие и родители, и дети этим озадачены. Почему ничего не успеваем? Высокая загруженность. Почему раньше было меньше заданий учебных, а сегодня больше? Вот давайте сейчас и разберемся в этих вопросах. Да, я хочу подчеркнуть, что сейчас наш разговор не о том, как увеличилась школьная программа. Мы этого изменить не можем, а разговор о том, как с этим справиться, с возникшими нагрузками на наших детей, да, и, соответственно, на родителей. Что мы можем сделать в этой ситуации? С чего начнем? Как вы думаете, самая основная причина или самая первая, что нужно делать, чтобы успеть? Какие проблемы есть? Вы не случайно, наверное, затронули проблему выполнения домашнего задания, потому что основная деятельность учащихся, взрослеющих детей, это школа, учебная деятельность и выполнение домашних заданий. И кажется родителям, что вся жизнь посвящена исключительно этому. Естественно, родители озадачены тем, чтобы дети развивались гармонично, чтобы оставалось время и на отдых, и на увлечения, и, естественно, на дополнительные кружки. И если посмотреть на то, как организован учебный день дома в процессе выполнения домашнего задания, то здесь нам откроются уже некоторые ответы на тот вопрос, который сегодня мы и задали в нашей студии. Время, которое ребенок затрачивает на выполнение домашнего задания, и время, которое он затратил на то, чтобы его выполнить. Это разное время. Ребенок приступает к выполнению домашнего задания. Как правило, он пользуется гаджетами, интернетом, и вот у него изначально цель найти готовый ответ или найти какое-то решение, найти какую-то информацию. И параллельно он сталкивается с лайком, с тем, чтобы зайти в социальные сети, проверить какую-то информацию, пообщаться в чатах или еще что-то. И таким образом изначально-то он сидит и выполняет домашнюю работу, но произошла переключаемость, смена вида деятельности. И для родителей визуально он сидит и выполняет домашнюю работу, но на самом деле он отвлечен и занимается другими делами. Следующий момент. И если сократить время дополнительных затрат, которые затрачиваются на общение, на дополнительные какие-то ресурсы, то как раз сократится время выполнения домашнего задания, а не просто время нахождения за выполнением домашнего задания. И значит, пункт первый – это отвлеченность на другие дела. Да, во время выполнения домашнего задания. Следующий момент. Сегодня немножечко по-другому воспринимаются слова учителя. То есть если раньше учитель говорит «выучить», и ребенок четко понимал, нужно выучить. Сегодня эти слова воспринимаются приблизительно, где-то рядом. И когда родители спрашивают, ты сегодня выучил вот этот предмет или выполнил это задание, ответ ребенка какой бывает? Я читал, я смотрел, я открывал. И когда мы говорим «выучить» и «просмотреть» материал, опять время, затраченное на качество выполнения, оно другое. И есть еще один момент, связанный с мотивацией. Когда я понимаю, для чего мне это нужно, эта тема, этот предмет, естественно, повышенная концентрация, естественно, более высокая включенность. Это происходит с ребятами на более старших этапах обучения, когда они знают, что им нужно сдать ЕГЭ. От результатов ЕГЭ зависит успешность поступления в желаемый ВУЗ и дальнейшая успешная жизнь. Но ребенок подросткового возраста, 6-7 класс. Или все-таки начальная школа еще кто же? У них мотивация немножко размыта, по-моему. Нет, ребенок в начальной школе более сконцентрирован на учебе, но на начальных этапах обучения происходит отработка навыков. Навыков услышать учителя, навык понять задачу, навык этапно выполнить то, как просит учитель. То есть вот в этом, на начальном этапе, и важно как раз обратить внимание на то, как правильно выполняется домашнее задание. Без отвлечений, без дополнительных каких-то выйти, постоять, побегать, как обычно это бывает. Но то, что касается мотивации, ребенок на начальных этапах обучения действительно приходит в школу для того, чтобы учиться. Многие родители сейчас даже жалуются, и не только родители, а даже педагоги дополнительного образования, о том, что многие дети стали уходить и бросать дополнительные кружки там танцы, музыкальные школы, спортивные секции, потому что дети перестали успевать выполнять основное, школьные задания. Проблема начинает как бы нарастать в этой сфере. Как вы думаете, почему так происходит? И что делать? Самый главный вопрос. Да, то есть если уже проблемы не хватает времени на то, чтобы посещать кружки дополнительного образования или заниматься дополнительными видами деятельности. То есть если мы изначально сокращаем время нахождения и время выполнения домашнего задания, то у нас большая часть времени не освобождается. Здесь мы можем как раз посвятить системе дополнительного образования. Многие, вот когда ребенок на начальных этапах обучения или взросления, 7-14 лет, вот в этот период рекомендуется отдавать детей в различные кружки, заниматься различными видами деятельности. Потому что в этот период как раз раскрываются способности. Мы не можем предположить, какие у вас способности, какие у меня способности, каким видом деятельности, пока мы эту деятельность не начнем осуществлять. И посетили один кружок, не понравилось, не получилось. Посетили другой кружок, не понравилось, не получилось. Но через такой поиск ребенок находит как раз тот вид деятельности, а их не может быть много. А до какого возраста вот такой может быть поиск? До какого класса? То есть изначально, может быть, сразу попали, и с момента поступления в школу или перед школой, там 6-7 лет, ребёнок начинает посещать какой-то кружок и продолжает до момента окончания школы. Ну а разные виды деятельности, вот есть ограничения на спортивные виды деятельности. Допустим, художественной гимнастикой как можно раньше нужно заниматься, шахматами в более взрослом возрасте можно начинать заниматься. То, что касается музыкальных школ, приходят дети в разном возрасте. То есть нет чёткой границы, что всё, если вы не перешли этот рубеж, то система дополнительного образования для вас закрыта. Таким образом, к подростковому возрасту ребёнок уже через различные виды деятельности понимает, чем ему нравится заниматься, к чему у него лежит душа. Ни в коем случае нельзя ребёнка заставлять заниматься дополнительными кружками или дополнительными видами деятельности через силу. Скажите, пожалуйста, присутствует ли по вашему опыту перенагруженность дополнительными занятиями, потому что мода такая пошла, чтобы дети. И английские знали уже садика в совершенстве. И были великими спортсменами, уже в пять лет стояли на коньках, например, либо с клюшкой. И танцевали, и всё такое перечислять можно очень много. Скажите, ну пошла такая волна, что у детей уже у маленьких режим наравне со взрослым человеком. Желание родителей, чтобы ребёнок был успешен во всех видах деятельности, и потенциал, способности, возможности и желания ребёнка. Естественно, родитель и ребёнок должны говорить об этом, что нравится, что не нравится, что получается, что не получается. И родители должны услышать. Есть ли загруженность иностранным языком, плаванием? То есть нужно посмотреть, а перспективы какие у меня? То есть это абсолютно разные виды деятельности, иностранный язык, математика и спортивные виды деятельности. Одно дело, когда это общее развитие, а другое дело и подход, и время затраченное, когда уже идёт с позиции дальнейшей профессии, профессионального будущего. Поэтому где-то вот в подростковом возрасте уже можно поговорить с ребёнком о том, кем ты себя видишь, что тебе нравится, по результатам деятельности увидеть уже действительно есть способности, или просто это вид деятельности для общего развития. Поэтому нужно определиться, ну, желательно, с одним как раз тем направлением, с которым в будущем и будет связана профессия ребёнка. А если говорить об успешности во всех видах деятельности, то вы знаете о том, что успешным, одинаково успешным во многих, тем более кардинально разных видах деятельности, это просто невозможно. Поэтому лучше сконцентрироваться на чём-то одном. Скажите, пожалуйста, хроническая усталость уже стала популярна, не совсем, может быть, уместное слово популярна, но это всеобщая проблема. Это связано именно с тем, что дети перезагружены большим количеством кружков, учёбы, либо здесь может быть другая причина, неправильная организация рабочего дня, может быть. Ну, здесь действительно нельзя однозначно сказать, вот только так или то. Здесь комплекс факторов, и, естественно, одним из вариантов может быть неправильная организация рабочего времени и наличие тех поглотителей, которые поглощают наше время, которые мы нерационально используем. И есть ещё один момент. Для того, чтобы ребёнок гармонично развивался, для того, чтобы не было хронической усталости, необходим баланс в видах деятельности. То есть нельзя исключительно заниматься только учебной деятельностью, нельзя исключительно только отдыхать или только системой дополнительного образования. Должна быть гармоничная смена видов деятельности. И я хотела бы показать колесо баланса. Как раз ребёнок с родителями в диалоге могут определить те направления деятельности, которые ребёнку необходимы. Но их должно быть приблизительно 8. То есть вы видите, что здесь и спорт, и учёба, и развлечения, и чтение. То есть не должно быть перекоса в одну какую-то сторону. И таким образом мы распределяем. То есть отводим время на сон, отводим время на то, что необходимо осуществить переход в школу или в какой-то кружок. И вот то время, которое у нас остаётся на активную деятельность, вот это время как раз мы можем распределить. То есть вот эта ячейка, она может занимать временной ресурс 15-30 минут. Но в любом случае время активности, 9 часов активного времени, можно таким образом распределить. Но в любом случае должен быть баланс и смена видов деятельности. Это очень условно. Каждая семья, каждый ребёнок, каждый родитель подбирает с учётом как раз того опыта на начальных ступенях обучения, который получен. Мне нравится этим, этим, этим. Но обязательно семья, отдых, учёба. Но скажите, пожалуйста, всё-таки распределение по этому, да? Как должно выглядеть? Это, например, на неделю распределили процентное соотношение? Это может быть день, это может быть подход, да. То есть это может быть как бы стратегически для меня важны вот эти направления. И приблизительно 1-2 часа я занимаюсь этим, 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 этим. Вот здесь взаимозаменяемость, то, что касается иностранного языка, музыкальной школы, спорта, то есть идёт наполняемость индивидуальная. По сути, нужно расписание на целый день, правильно? Да. А в школе своё расписание по предметам и другим занятиям, а дома должно быть домашнее расписание, когда вы пришли со школы, да, и дальше ребёнок тоже действует по расписанию строго. Верно? Да. То есть самое главное, что мы должны запомнить вот сейчас на этом этапе работы, что баланс в видах деятельности, интеллектуальное, физическое, творческое, отдых, общение, семья, вот эти сферы обязательно должны присутствовать в жизни ребёнка. Распределение по загруженности каждый ребёнок совместно с родителями планируется. Но то, что касается режима дня, это очень важно. И как мы можем найти вот тот ресурс, которого сейчас у нас нет? И мы говорим, у нас нет времени, мы ничего не успеваем. Вот для того, чтобы понять, почему мы не успеваем, можно выполнить такое упражнение. Вот посмотрим, что поглощает наше время так, что оно просто летит. Да, летит. Как скоростной самолёт. Как скоростной самолёт. Значит, почему время летит, и мы ничего не успеваем. Если вы будете выполнять это упражнение, оно называется поглотители времени, либо хронометраж. Вот здесь нужно изначально очень честно поступить к выполнению этого задания. Потому что от того, насколько оно будет честным, насколько будет ответственным и детальным, будет зависеть как раз успешность. В течение дня и на протяжении недели нужно постараться каждый вид деятельности фиксировать с позиции времени. Вот для этого мы можем использовать ежедневник. Для этого мы можем использовать другие ресурсы, которые в телефонах у нас сегодня есть в приложении. То есть задача какова? Я проснулась, во сколько я просыпаюсь, сколько времени на пробуждение, сколько времени на завтрак, на утренние процедуры, на зарядки, сколько времени на дорогу до школы. Естественно, сколько времени я там провожу в школе. Дальше идёт детализация. Я сажусь выполнять домашние задания. Сколько времени я настраиваюсь, сколько времени я общаюсь в социальных сетях. То есть вот именно свой рабочий день постараться максимально прописать. Вот очень-очень хронометрирую. Позвольте, пожалуйста, посмотрю. И потом выявятся как раз те поглотители, что я делаю. Разговариваю, внезапные гости. Хотел заняться одним, переключился на другой. И картина будет ясна и понятна. Потом мы составляем вот такую матрицу. Достаточно пяти поглотителей времени. И ищем пути и способы, как с этим справиться. Что? Меньше общаться, уметь сказать нет. Попытаться как-то дробить задачи, которые перед нами стоят. И таким образом у нас получается чёткая картина того, что нам мешает или что как раз поглощает наше время. Вы знаете, вот у меня возникают такие опасения, что всё-таки увеличилось, конечно, количество дел и взрослых у детей в современном мире. И что, к сожалению, может быть поглотителями времени не просто компьютеры, а даже просто чистое человеческое живое общение может стать поглотителем временем, что, по-моему, очень даже страшно. Надеюсь, можно обойтись как-то без таких потерь, без общения семьи с родственниками. Нельзя обойтись, верно? А посмотреть в окно. Хочется. И это надо. А разглядеть птичку. Надо. А просто ощутить, что ты живой. Это же тоже время. Как бы не превратиться всё-таки в робота здесь? Вот. Распределение. То есть мы для себя изначально и планируем, чтобы место было и определённым видом деятельности, и общению, и синий. То есть мы ещё к колесу возвращаемся. К колесу, да? Да. То есть здесь мы как раз 15 минут мы релаксируем, или 15 минут мы вышиваем, или 15 минут мы общаемся. Но это, грубо говоря, 15 минут, но тем не менее, вот временные, наполненность временем, каждый для себя регулирует. Смотрите, пожалуйста, эту табличку. А, это очень интересная табличка. Это матрица из Энхауэра. Вот здесь у нас как раз перенесено вот из такого вида на кубики. Все дела, которые нам необходимо сделать, мы можем разделить на 4 колонки. Важно и срочно. Важно, но не срочно. Срочно, но не важно. И долгий ящик, которые дела не срочные и не важные. И таким образом, опять, у каждого срочность и важность будет своя. Вот если мы возьмём ребёнка, и то, что касается обучения в школе. Учиться в школе важно и необходимо. Выполнять уроки важно и необходимо. Но есть какие-то дела, увлечения. Для меня это важно, но это можно отложить. И таким образом, когда мы поймём вот эти ловушки, которые мы проработали, что у нас отнимает время. Что является поглотителем времени. Мы увидим то, что необходимо нам делать. И мы можем составить такую матрицу. Матрица может составляться абсолютно на любой промежуток времени. То есть это планинг на день. Таким образом, мы опять возвращаемся к ежедневнику, к ежедневным записям. Мы можем спланировать неделю, мы можем спланировать год. И у нас вот этот долгий ящик, он проявится. Да, нам хотелось бы что-то сделать, но потом, потом, потом. Но мы его постоянно будем видеть. И рано или поздно мы его внесём в свой график. И с помощью специальных упражнений, которые рекомендуют с позиции тайм-менеджмента, мы, может быть, как раз их и выполним. И ещё такой момент. Когда мы будем просить детей это сделать, в виде записи, хронометраж, но при этом сами этого не будем делать, вот этот пример, что родители не делают, а меня, допустим, просят, вот он может не сработать. Но если тренироваться вместе, работать над собой вместе, либо же детям показать, я этим занимаюсь, я это веду, очень удобно. И одно дело, когда мы пытаемся сохранить всю информацию в голове, а другая ситуация, когда у нас происходит визуализация, мы видим. То есть здесь, если мы вернёмся к опикам, вот как раз первый квадрат, первый квадрат, вот первый квадратик у нас, приоритет, важно и срочно. Вот этот квадрат у нас важно, но не срочно. И вот дальше срочно, неважно и долгий ящик. То есть не случайно здесь появились буковки, ещё есть ещё один подход, который называется А, Б, С. То есть если детально посмотреть, вот здесь визуализированы или показаны как раз два подхода, которые нам помогают распределить наши дела. И то, что касается вот этой зоны, важно, но не срочно, мы можем перенести как раз на вторую половину дня. Вот если говорить о режимных каких-то моментах, что есть дела, которые делаются с утра, когда организм отдохнул, когда мы свежи, бодры, веселы. И вот эти важные срочные дела, которые невозможно отменить, мы делаем в первой половине дня. То, что касается вот остальных частей, мы обязательно их должны включать во вторую половину дня. А то, что касается опять режимного момента, когда лучше начинать приступать к выполнению домашнего задания. Сразу после школы не рекомендуется. То есть ребёнок должен прийти из школы, пообедать, отдохнуть. Сколько на отдых нужно выделить время? У каждого организм работает по-своему. То есть кто-то сова, кто-то жаворонок. То есть вот эти биоритмы, их тоже нужно учитывать. То есть мы можем только дать рекомендации о том, что мы рекомендуем. Но в любом случае час-полтора-два нужно для того, чтобы восстановиться после учебного дня. Рекомендуемое время на выполнение домашнего задания 3-18.00. То есть вот эти три часа, в которые реально и можно уложиться выполнять свои домашние задания. То, что касается системы дополнительного образования. Если расписание выстроено таким образом, что ребёнок как раз в это время посещает кружок, то естественно время выполнения домашнего задания сместится, но ни в коем случае не уйдёт во время сна. Ребёнок должен спать 9, более старшего возраста 9 часов, младше 10-11 часов. Это время необходимо для восстановления организма, чтобы не было хронической усталости и других побочных явлений, которые у нас сейчас есть. Скажите, пожалуйста, но эффективно ли заниматься уроками, например, уже после 18 часов? Потому что дети, у которых очень много кружков, так получается, они начинают очень поздно заниматься. Соответственно, эффективность и качество выполненных домашних работ очень серьёзно снижается. Естественно. Вот ещё раз говорю о том, что есть какие-то общие рекомендации, а есть индивидуальный график в течение недели, в течение каждого дня. Если по-другому не получается, то, конечно, мы приступим к выполнению домашних заданий после 6 часов. Но ещё раз возвращаемся к началу нашего разговора. Мы сконцентрируемся или мы будем делать всё, чтобы этого не делать или оттягивать момент? Можно я ещё такую пометочку сделаю, что родители, когда в подростковом возрасте отдают своих детей в систему дополнительного образования, либо настаивают или рекомендуют посещать несколько кружков одновременно, таким образом, под цель, чтобы не попал в дурную компанию, чтобы был загружен. И таким образом они сокращают время отдыха, время выполнения домашних заданий вот этой загруженностью, как бы делая ребёнку хорошо, чтобы не было времени ничем не заниматься. Но подростковый возраст и ведущий вид деятельности – это общение. И это общение как раз определяет правильность и гармоничность развития. И если ребёнка этого лишить, либо будет нарушенное развитие, либо он будет искать время, когда он будет общаться со своими друзьями. И таким образом он освободился в 6 часов вечера или в 8 часов вечера. Времени на то, чтобы выполнить домашнее задание, очень мало. Но он в первую очередь будет удовлетворять свою потребность в общении, то, что определяет его развитие. Чаты, социальные сети, может быть, в эти. То есть нельзя вот эту гармонию и потребности ребёнка нарушать. Либо он будет сидеть за выполнением домашнего задания одной рукой, а другой рукой он будет общаться. Вот качество не здесь будет некачественного общения, некачественного выполнения домашнего задания. Поэтому нужно понять родителям где-то возрастные особенности и потребности и позволить ребёнку в этом плотном графике может быть отказаться от какого-то кружка, от какого-то вида деятельности, но предварительно, конечно, переговорив, как ты себя видишь в будущем, кем ты себя видишь в будущем, что станет твоей профессией, либо какой вид деятельности тебе нравится, и ты от этой деятельности получаешь какой-то и успешность, и удовлетворение. Наталья Викторовна, давайте перейдём ещё к практическим вещам. У нас уже осталось совсем немного времени, где-то 4 минуты. Давайте разберём, что это такое за метод швейцарского сыра. Я даже вижу, что вы принесли с собой кусочек сыра. Вот метод швейцарского сыра и метод слона, вот в тайм-мельниче, они очень похожи. Как можно съесть слона? Вот такую большую, огромную задачу. Если мы перенесём большую нерешаемую задачу на слона, то его можно разделить на части. И поэтапно, постепенно разделив на части, мы можем съесть слона, условно говоря. Швейцарский сыр, он же из дыр. И здесь более свободный подход, если соотноситься со слоном. То есть каждая задача – это какая-то дырочка в швейцарском сыре. То есть какую-то мы покрупнее съели, какую-то мы съели поменьше. Но тем не менее объём сыра с каждой дырочкой, с каждой выполненной задачей становится меньше. И таким образом мы решаем трудные непреодолимые задачи. Есть ещё один метод 1-3-5, вот здесь цифры нарисованы, либо метод 9-е. Каждый день мы должны выполнить одну крупную задачу, три средних задачи и пять мелких задач. То есть как раз это стратегии достижения вот той матрицы, которую мы с вами изначально рассмотрели. И вот эти мелкие задачи, возможно, как раз и будут доставаться из того долгого ящика, о чём мы давно и долго мечтали. Наталья Викторовна, огромное вам спасибо. Теперь я думаю, что поглотители времени будут нам не страшны. Мы научимся ими управлять. Вот правильно, мы научимся ими управлять. С вами была программа «Качество жизни». Я моя на элементе. Всего хорошего. Продолжение следует...